Скопье — это столица Северной Македонии, небольшой и мало кому известный город на Балканах. Если он чем-то и прославился, то непомерным количеством статуй, которых тут сотни, если не тысячи. Скульптуры, 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 памятник, памятник. Причем встречаются и весьма необычные статуи. Это грустный Лукашенко, по-моему. Все вместе это превращается в бесконечный лунопарк с цыганами. Они, например, иногда ездят на каких-то таких вот тележках. И соцмодернизмом. Социалистический город будущего с бетонными такими коробками. Первая ассоциация большинства людей со словом Македония — это Александр Македонский, легендарный царь и полководец. Вот только к Северной Македонии он отношения почти не имеет. Дело в том, что в Европе целых четыре Македонии. Есть историческая область Македония, та самая, которая входила во владение Александра Македонского. Потом из этой большой Македонии выделилось три маленьких. Эгейская Македония — сейчас это регион в Греции. Перинская Македония — это регион в Болгарии. Ну и современная Северная Македония, о которой я сейчас вам и рассказываю. Еще недавно Северная Македония называлась просто Македонией, но ей пришлось переименоваться. На этом настаивала Греция, которая считает Македонию своей исторической областью, а Александра Македонского — национальным героем. Населенную же славянами и албанцами Северную Македонию греки подозревали в попытке украсть у Эллады историческое наследие. Из-за этого Греция не позволяла Республике Македония вступить в Евросоюз, и македонцам пришлось переименовать страну в Северную Македонию. Это произошло совсем недавно, в 2019 году. Конечно, внутри Македонии народ тоже был гордым и тоже не хотел ничего уступать каким-то грекам, ведь они считают себя македонцами, но выбора у них особо не было. Без согласия греков, если не договориться с греками, нельзя вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО, а значит, не будет никакого баблишка, а значит, будет вся эта разруха, грязь и нищета. Вот здесь стоит огромный фонтан с такой вот статуей, где кулачок поднимает Филипп II, это отец Александра Македонского. Кулачок он поднимает вот тому вот чуваку на коне с мечом, который очень сильно похож на Александра Македонского, но называется просто конная статуя. Власти Скопья активно занимаются формированием македонского культурно-исторического сознания. Естественно, главным героем македонской истории, несмотря на все споры о его происхождении, стал Александр Великий. Чтобы жители Скопья воспринимали его как своего, повсюду в городе стоят памятники в его честь. На это дело нищая Македония средств не жалеет. В 2009 году, например, на главной площади Скопья началась установка статуи Александра на коне высотой в восьмиэтажный дом. Ее стоимость оценивают в 7 миллионов евро. Греция, настаивающая на эллинском происхождении Александра, в очередной раз взбесилась из-за использования в македонской пропаганде греческих символов. И тогда министр иностранных дел Греции заявил, судя по тому, что мы знаем, размер, высота и стоимость статуи обратно пропорциональны ее серьезности и исторической правде. Ну и чтобы не нервировать греков, македонцы нашли выход, ну уже не сносить ли статую, на которую потратили столько денег, они просто ее переименовали как воин на коне. Теперь на всех картах она называется просто воин на коне и вроде бы даже не Александр Македонский, ну просто похож, мало ли какого всадника мы здесь поставили. Видели мою рекламу зомби? А начало ролика про кражи ваших данных. Такие ролики снимать сложно, но очень интересно. На место выезжает режиссер, он вручную ставит все сцены, мы отрабатываем каждый шаг, каждый поворот головы. Когда видео снято, режиссер раздает задания дизайнеру и монтажерам. В итоге получаются такие вот крутые ролики. Если вы тоже хотите научиться делать такие мощные проекты, но не знаете с чего начать, обратите внимание на курсы от Geekbrains, режиссура рекламы и Music Video. На курсе разбираются все аспекты работы режиссера, от пре до постпродакшена. Вы научитесь подбирать команду под проект, давать задания актерам и операторам, узнаете как работает монтаж, графика и озвучка. Вместе с топовыми экспертами найдете свое авторское видение и создадите первые работы. Помимо режиссуры у Geekbrains есть еще две программы, связанные с креативной индустрией. Это фотография и дизайн звука. Я, кстати, сам иногда заказываю фотографии для своих проектов и покупаю музыку, которую мы вставляем в ролики. Да, у нас даже есть свой звукорежиссер. Помните мой ролик с Сашей Усольцевым, как мы ездили по Москве на машине? Наш звукарь Виталик все это время сидел в багажнике и контролировал запись звука. В таких сложных выездных проектах за звуком нужно обязательно следить. Не бойтесь таких сложностей, это интересно. Тем более во время обучения у вас будет личный менеджер, который поможет с трудностями. Преподаватели будут давать персональную обратную связь по каждой работе. Это очень важно в начале творческого пути. А еще на каждой программе есть свой Telegram-чат. Вы сможете быстрее влиться в индустрию и обзавестись полезными знакомствами. А может соберете свою творческую команду. Уже чувствую, как вы загорелись попробовать себя в креативной профессии. Тогда переходите по ссылочке в описании и записывайтесь на понравившийся курс от Geekbrains. Режиссура рекламы и Music Video. Скопье известен как крепость со времен Древнего Рима. В VI веке он был разрушен землетрясением, но вскоре отстроен вновь. Чуть позже город заселили славяне, а в XIV веке захватили турки. В XVI столетии землетрясение вновь уничтожило Скопье, а спустя 100 лет австрийцы сожгли его из-за эпидемии холеры. От пожара Скопье оправился только в XIX веке, но в 1904 году опять был уничтожен. И да, опять виноваты землетрясения. В XX веке город попал под влияние сначала Сербии, а затем Югославии. Побывал в немецкой и болгарской оккупациях. А в 1963 году землетрясение в четвертый раз уничтожило город. Понятно, что при такой судьбе ничего исторического в городе не осталось. И вот в 2010 году премьер-министр Македонии Никола Груевский решил все восстановить. А заодно поставить в городе кучу памятников. Таким образом, он понадеялся привлечь в страну туристов. Так как ни вкуса, ни образования, ни совести у Николы не было. И Скопье сделали нелепый лунопарк с пародиями на классические здания и кучей уродливых статуй. Мне кажется, это такой рай, куда мог бы попасть владелец какой-нибудь придорожный шашлычный. Уж здесь бы он просто поразился на ту красоту, которую здесь понастроили просто повсюду. Это очень-очень странно, это выглядит действительно невероятно. И давайте мы с вами на все это посмотрим. Идем смотреть, что здесь есть дальше. Видите, все деньги ушли на памятник, поэтому убрать лед с центральной площади уже не получается. Чтобы вы понимали, концентрация различных статуй. Так, это у нас какой-то мужик с усами и с флагом. Это еще какой-то мужик на коне. Там композиция из пяти фигур. Так, здесь еще одна конная статуя. Там какие-то целующиеся люди. Здесь какой-то чувак сидит на троне. Это просто поразительно. Так, а, за углом я уже начал переживать, что за углом нет статуи, но за углом тоже стоит какая-то статуя. И еще одна там, и еще одна там. Весь мост в статуях. На другом берегу тоже статуи. И там статуя, 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 статуя. В общем, куда мы с вами не посмотрим, друзья, всюду статуи. Ну, помимо памятников, македонцы любят мосты. Мосты здесь через каждые 100 метров. Собственно, я иду по мосту. Мост с той стороны. Его, кстати, по-моему, недавно построили. Обратите внимание. И вот еще видно несколько мостов с этой стороны. Ну, здесь, конечно же, невероятный музей археологии. С колоннами и с просто невероятным количеством статуй, которые там просто стоят вместо фонарей. Обратите внимание, что даже здесь внизу есть памятник пловчихи какой-то. Ну, продолжаем нашу экскурсию по бесконечным статуям. Здесь у нас стаят какие-то святые. Там тоже стаят какие-то святые. Здесь фонтан со львами. Здесь фонтан с женщинами, которые обнимают детей. А, вот, она здесь беременная, потом она кормит, потом она играет. И вот он вырос уже такой здоровый лоб. К сожалению, не подписано, что это за женщина. Музей, музей. Здесь почему-то стоит заяц, которому выбили глаза и отрезали уши. Я не знаю, что делает здесь этот заяц, но ему явно очень плохо и грустно этому заяцу. А вот это мемориальный центр Холокоста. Ну, опять безумное количество лавочек, фонарей. Все очень нарядное, ажурное, золотое. То есть, люди хотели сделать праздник. То есть, если вам вдруг кажется мало статуи на фонтанах, то обратите внимание, конечно же, фасад любого нового здания не мыслим тоже без огромного количества статуй. Я все-таки думаю, что у мэра Скопье друг скульптор. То есть, должен быть какой-то местный церетель, учитывая, что все эти статуи и памятники выполнены принципиально в одном стиле. Я думаю, автор здесь тоже един. И, наверное, какой-то придворный скульптор местный творит. Примерно как в России Щербаков, который своими истуканами начал заставлять весь центр. Вот здесь видно, к чему может прийти Москва, если вовремя не остановить безумца. В 1963 году землетрясение разрушило 80% Скопье. Город потерял всю историческую застройку. А новые здания в социалистической Югославии решили построить из серого бетона. Тот самый модненький советский модернизм. Понятно, что серым бетоном туристов не заманишь. Ну иначе куда-нибудь в Иркуту уже давно летали бы чартеры полные иностранцев с путевками. Вот чтобы исправить эту серую непривлекательность города и затеяли проект Скопье-2014. Хотели, как говорится, как лучше, а получилось, как в Скопье. Новые здания старались строить в таком псевдоклассическом стиле. Ну, как я так понимаю, они собрались на какой-нибудь художественный совет и, кажется, сказал, что вы считаете красивым. Посмотрели картинки каких-нибудь древнегреческих дворцов. Посмотрели всю эту классическую архитектуру античную и сказали, а чем мы хуже? Мы должны уделать этих греков, которые только и делают, что мешают нам развиваться. Мешают нам называться Македонии, вообще строить нам козни, не пускает нас Евросоюз. В общем, мне кажется, они решили уделать греков и построили вот это все. В целом, Скопье, конечно, после реконструкции напоминает огромный такой провинциальный парк развлечений. Вот кто-то сравнится с Диснейлендом, но все-таки, друзья, я скажу вам, что в Диснейленде со вкусом и со стилем немножко получше. То есть это все-таки такой вот уровень провинциального такого придорожного ресторанного комплекса или парка развлечений, где понатыкано вообще вот всего отовсюду без всякого чувства меры, без понятия, что такое гармония. Где-то увидели какие-то такие вот кичовые копии разных стилей, что-то напоминает нам Грецию, что-то напоминает нам вообще Париж 18-19 веков. То есть всего отовсюду. Какие-то корабли, какие-то... То есть здесь взрывается мозг, когда ты все это видишь. Здесь невозможно спокойно на это смотреть, ты не понимаешь, что происходит. Как знаете, друзья, есть такие вот сумасшедшие старушки, которые с помойки все несут себе домой, и скоро их квартира превращается просто такой в склад мусора, и они живут буквально под мусорными завалами. И центр скопия напоминает вот такую вот квартиру, я не знаю. То есть тут настолько всего много, и это все такое разное, это настолько все не сочетается друг с другом, что ты не понимаешь вообще, как они все это могли притащить в одно место. Кто здесь такой, кто за это все отвечал? Вот посмотрите, да, то есть здесь становятся гигантские стуканы. Мы идем дальше, мы идем дальше. Тут какая-то современная скульптура уже. Какая-то целующаяся парочка. Ну хорошо. Здесь у нас опять какой-то Юстиниан первый. Уже такая более классическая скульптура. Здесь мы поворачиваемся, тут появляется какое-то дерево. Опять какая-то современная скульптура. И они буквально на каждом шагу, эти скульптуры. Смотрим сюда на набережную. Конечно, тут опять какая-то скульптура. И они повсюду, они на другом берегу. Ну и продолжается стройка вот этих вот новых дворцов. Опять же, все эти дворцы появляются без какого-либо вообще смысла. Если мы берем какую-то античную архитектуру, да, то дворец это событие. Перед дворцом должна быть площадь, с которой должны открываться виды. На этот дворец дворцу нужен воздух. Он не может стоять такой вот рядовой застройкой. Дворцы не могут быть как шпроты в манке. Но здесь они их лепят просто один к другому на каждом пустыре. И это вот и создается та самая вот цыганщина, да. Когда ты приезжаешь в какой-то цыганский поселок, где на маленьких участках люди, получившие доступ к деньгам, вдруг начинают делать то, что им кажется красивым, да. Что такое красивое в их понимании? Это должно быть побольше этажей, должно быть побольше декора, побольше всяких рюшечек, завитков, портиков, колонн, балясин. Вот все должно быть максимально сложное, максимально большое. Получается настолько концентрировано, что зритель, который на это смотрит, он не может считать это, да. Мы не можем эту архитектуру вообще никак оценить. Вот эти бесконечные просто памятники, просто бесконечные памятники. Здесь вот, я не знаю, это грустный Лукашенко, по-моему. Это грустный Лукашенко, еще один мост, еще одно какое-то, просто посмотрите, да. То есть кто-то влепил какое-то гигантское здание с какими-то гигантскими непропорциональными колоннами. Вот где-то они увидели и решили вот это сделать. Это просто насмешка над архитектурой. Тут внезапно появляется корабль. Ну куда же без него. Дорого-богато, дорого-богато, это девиз скопия. То есть даже вот эти вот корабли, эти дебаркадеры, хотя это не дебаркадер, он просто стоит на сваях. Даже эти корабли, они максимально уродливые, они максимально непропорциональные. То есть город, он просто кричит, это архитектурный пи***ц, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, где мы находимся. Вау, мои глаза. Я не могу на это смотреть, мне очень грустно. Еще один памятник. Здесь есть такая примета, что если вы, друзья, идете, и на протяжении 50 метров вам не встречается ни один памятник, значит, вы вышли за пределы скопия. Значит, вы уже в нормальном месте. В итоге власти скопия, конечно, могли пригласить каких-нибудь хороших архитекторов с именем и создать какие-то новые достопримечательности. Они могли сделать какие-то хорошие общественные пространства, сделать какие-то знаковые объекты, которые прославили бы город там на весь мир. К сожалению, не вышло. Вот это вот желание уделать греков привело к тому, что город просто застроен какими-то колхозными пародиями в псевдоклассическом стиле. Здесь полное нарушение пропорций и канонов. Это сложно вообще как-то обсуждать, потому что к классической архитектуре это не имеет никакого отношения, к современной архитектуре имеет никакого отношения. То есть это такое вот где-то что-то слеплено из непонятно чего. Но проблема скопия еще в том, что они угрохали на это кучу денег. По разным оценкам стоимость проекта составила от 80 до 500 миллионов евро. Из-за того, что деньги у македонцев быстро закончились, македонское чудо состоялось не до конца. В центре сейчас большое количество заброшенных строек. Стоят недостроенные здания, потому что больше денег нет. Вот, например, прямо самый центр. Здесь уже никакие работы много лет не ведутся. Здесь, здесь все это стоит законсервировано до лучших времен. Настанут ли лучшие времена, вот в чем вопрос. Я почему-то сомневаюсь. Но еще одна из проблем вот этого македонского парка развлечений исторического в том, что он абсолютно стилистически не выдержан. Вот посмотрите, я просто сейчас стою на площади, и какое количество есть разных деталей, которые просто не могут находиться вместе. То есть здесь у нас такой типа современный фонарь, который вот стоит, казалось бы, никому не мешает. Здесь у нас классические фонари, такие вот богато украшенные, очень странные, странные, непропорциональные они стоят. Здесь у нас вот такая вот урна. Тут внезапно появляется велопарковка просто посреди тротуара. Здесь фонтан с конями. Здесь какой-то просто туалет, это пластиковая кабинка. Там стоят такие примитивные мусорные баки, которые вообще непонятно что делают. Здесь деревянная какая-то избушка. Что здесь делает эта избушка? При этом все еще сделано ужасно некачественно. Обратите внимание, здесь разваливается плитка, все это шатается. Хотя это было все сделано несколько лет назад, вон вот эти вот баки стоят. И вот эта вот каша из архитектурных каких-то стилей, вот эта вот общая небрежность. Там какие-то вот ларечки, которые тоже не в тему. Все это создает крайне неприятное ощущение, от города оставляет. То есть это просто несочетаемые элементы, несочетаемые архитектурные стили, очень грубо и небрежно подобранные детали, которые не дают этим городом насладиться. Хотя наслаждаться здесь на самом деле-то и нечем. Памятник, кстати, Кириллу и Мефодию, друзья. Вот Кирилл и Мефодий собственные персоны. Как я уже сказал, друзья, относительно древних героев у македонцев большие проблемы с греками. За право называть этих героев своими. Но есть человек, относительно которого споров нет. Это мать Тереза, которая, хотя албанцы ее считают своей, но она родилась в Скопье. Это абсолютно точно. Родилась она в 1910 году. И матери Терезе здесь посвящены многие мемориальные таблички. Есть, конечно же, памятник матери Терезе. И это один из действительно подлинных и настоящих героев современной Северной Македонии. Мать Тереза, если ты осуждаешь людей, у тебя не остается времени их любить. Родилась в Скопье в 1910 году. Умерла в Калькутте в 1997. Мать Тереза, она же святая Тереза Калькутская, это албанка, рожденная в Скопье при турецкой власти. Она была католической монахиней, что уже необычно для албанки. И основала конгрегацию сестер-миссионерок любви. Конгрегация такое объединение монахов, которому не дали статус ордена, потому что его члены приносят простые обеты, а не торжественные. Мать Тереза, тогда еще называвшаяся Агнес Годжи Бойанджиу, в 18 лет уехала в монастырь в Ирландии, где стала монахиней и взяла имя Тереза. Затем она уехала в Индию, где основала общину монахинь, открывавших школы, приюты и больницы для бедных. В 1979 году мать Тереза получила Нобелевскую премию мира. Она умерла в 1997 году, а в 2016 была причислена к лику святых. Сейчас основанная матерью Терезой община монахинь действует более чем в 100 странах. Конечно же, вы понимаете, что одной таблички мы же в скопе есть, не может быть одной таблички. Поэтому сразу же есть еще другая. И здесь просто вот эти золотые таблички с цитатами матери Терезы. Ну конечно же, здесь уже у нас другие фонари. Невозможно себе представить, чтобы македонцы здесь сделали фонари одного типа, они будут все разные. Статуй много не бывает, поэтому на набережной они стоят так же часто, как фонарные столбы. Так, здесь вот какие-то святые опять дальше. А, здесь вот куча, просто очень много разных святых, каких-то государственных деятелей. Святой Иван Кукузел, композитор, 1280-1360. Кукузелец. Кукузелец. Здесь, наверное, надо еще отметить ужасное качество всех этих скульптур. Они разные, они сделаны разными скульпторами, но большинство из них совершенно какие-то бездарные. Я не знаю, мне кажется, тут должен быть хоть какой-то художественный совет, который бы не выпускал из мастерских скульптуры низкого качества. Сейчас вам несколько покажу. Это, конечно, полный позор. Это позор? Что это такое? Что это такое? Это король Марка. Но что с ним? Что с его шеей? Что с его ногами? Вполне возможно, что в какой-то момент у них закончились скульпторы, и они обратились в какой-то художественный кружок с просьбой что-то изваять. И за работу уже принялись македонские школьники. Ну вот, относительно качества видно, что там уже внизу разваливается, отвалится вся эта плитка. Сверху все покрыто плесенью, какими-то там трещинами. Хотя это недавно построили, но все это уже такое грязное, неопрятное. Выглядит не очень хорошо. Весь мост, друзья, в статуях. У меня даже есть опасения, что он может рухнуть от такого количества. Некоторые очень смешны. По-моему, чувак из Симпсонов. С усами такими. Статуя, 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 статуя. Статуя вместо фонарей. Статуя конкретным людям. Статуя просто каким-то абстрактным. Это, например, какое-то местное электроагентство. Видите, это агенция за электрические коммуникации. Ну и, конечно же, все в этих золотых табличках с цитатами матери Терезы. Опять же, здесь не может быть одной цитаты. Да, она одна над другой. На каждом углу эти таблички. Да. Если в других городах выбирают, какой памятник поставить на пустыре, или где получается место, то главная проблема в скопе, это не какой памятник поставить, а куда его еще можно воткнуть, потому что места здесь уже давно закончились. Так, здесь все в статуях. Еще один мост со статуями. Удивительно, кстати, как он не падает от такого количества статуй. Здесь статуи. Здесь тоже статуи. Это, видимо, посвящено каким-то искусствам. Тут у нас различные вот эти античные женщины с музыкальными инструментами, с масками. Да, это, видимо, театр, поэзия, музыка. Такая вот красота. И у одной женщины даже выпала грудь. Бесконечное количество статуи. Миллионы евро они потратили на все вот это вот барахло, от которого уже просто тошнит через полчаса, как ты вышел из отеля. При этом они не смогли найти нормальных строителей, кто положил бы им ровно плитку. Просто обратите внимание на эти вот гигантские лужи из-за того, что просто не сделали разуклонку. Ну, чтобы было совсем красиво, они в реке налепили вот эти вот ужасные какие-то пародии на корабли. То есть их здесь много, есть целый этот омерзительный флот. Видите, вот, вот. И они их продолжают лепить, они продолжают все это дело строить. При том, что то, что они уже построили, оно потихонечку, в лучших традициях этих новоделов пластиковых, оно потихонечку уже разваливается. То есть качество работ просто ужасное. Даже, видите, вот, все это он ржавеет, разваливается, облупляется. Все это такое, видите, грязное, неухоженное. Здесь свободные места. Еще можно воткнуть кому-нибудь пару памятников. Так, а может быть, у них просто закончились герои, может быть, просто больше некому уже ставить памятники? Не знаю, не знаю. Берите внимание, да, например, какую-нибудь сделали ограду у моста. То есть это не просто какая-то ограда, а тут очередная скульптурная композиция с какими-то вот рельефами, на которых запечатлены, видимо, какие-то важные события в истории Македонии. Здесь, опять же, вход. Похоже, какое-то очередное министерство. И вот тоже между колонн стоят... Да, это тоже министерство иностранных дел, и вот между колонн тоже стоят статуи. Ну и, конечно же, вон тоже памятник. Без этого никуда. Сейчас мы почитаем, что это за мост. То есть не просто ангелы держат фонари, а это мост свободы. Люди Македонии, народ Македонии веками боролся за свою свободу. Тысячи людей потеряли жизнь, они проливали кровь, они были замучены, сражаясь за свободу. И этот мост назван в честь всех поколений людей, кто на протяжении веков боролся за свободу и независимость в Македонии. Ну, на такое не жалко пару миллионов евро выкинуть. Такой вот мост в честь свободного македонского народа. Что вы понимаете в роскоши, друзья. Надо сказать, что история у Северной Македонии сложная. Территория постоянно переходила от одного государства к другому, поэтому, выбирая, кому поставить очередной памятник, власти с копией, видимо, просто бросали жребий. Так тут появился памятник греку Александру Македонскому, болгарскому царю Самуилу, византийскому императору Юстиниану, сербскому царю Душану, албанскому национальному герою Скандербегу. В общем, получился такой фильм-марвел, в котором македонцы притащили вообще всех героев, до которых только смогли дотянуться и до которых смогли додуматься. Мне кажется, они просто купили какой-нибудь учебник по истории и начали просто тыкать пальцем, выбирают так этого статую, этого статую, этого статую, даже не глядя вообще, к кому они делают статуи. Что здесь происходит? Видимо, какое-то подписание какого-то важного документа. Здесь происходят, вот все-таки это люди, все хлопают, кто-то выступает на трибуне. То есть прямо серьезно все, друзья? Дальше у нас какой-то еще важнейший памятник. Какой-то чувак с факелом четыре коня и еще вон там стоит женщина наверху. Опять, видимо, какая-то античная уже идет история рядышком. Места не хватает, поэтому памятники стоят так плотненько друг к другу. Давайте пойдем дальше. Значит, на той стороне у нас гигантский конный памятник. Не видно кому, Никола Карев. Видимо, какой здесь местный важный политический деятель. Здесь же опять кто-то что-то подписывает. Решнато, Македонская революционная организация, 1893 год. То есть еще раз смотрите, концентрация, да? Раз, два, три. Дальше продолжается. Дальше продолжается. Не метро без монумента. Значит, с какими-то надписями, не знаю, может какая-то военная история. Здесь опять какой-то конный памятник с чуваком похожим на казака. Это какая-то могила, видимо. И дальше у нас опять стоит какой-то памятник. Так, а это уже какой-то, видимо, святой. Немножко отвлечемся, пойдем вглубь. Здесь, как видно, вот такой вот монумент. Ну и там, кстати, еще стоит десяток статуй. То есть, если вы думаете, что это все, там еще стоит десяток разных статуй. К ним подходить мы не будем. Посмотрим, что у нас здесь на углу. Какое-то безумие. Так, Триумфальная арка. Триумфальная арка Македония, конечно. Ну и дальше огромное количество памятников продолжается уже по улице. Это я вам сейчас провел просто небольшую экскурсию по одному из скверов в центре. То есть, видите, какая здесь концентрация памятников. Что самое удивительное, то, что они поставлены людям совершенно разных эпох, профессий. То есть, они никак не идеологически, не стилистически, не связаны между собой. И это выглядит очень дико. Вы знаете, вот иногда часто отказаются, что такое магазин памятников. Что можно приехать в Скопье, ну если из какого-нибудь, не знаю, Омска, Челябинска, Парижа, Уссурийская. И у тебя есть пустая площадь, на которой нету памятника. И ты приезжаешь в Скопье, ходишь просто как по магазину, как по выставочному залу. Вот неплохая скульптурка, пожалуйста, заверните, мы ее заберем с собой. Вот обратите еще раз внимание, да, за моей спиной они идут реально через каждую там 20-30 метров. Стоит какой-то гигантский просто постамент. На нем гигантская там какая-то бронзовая фигура, статуя. В какой-то момент у тебя голова начнет лопаться от этих фамилий, образов. И думаешь, зачем все это? Это необъяснимо. Напишите в комментиках, может быть, кто-то знает секрет Македонии, секрет Скопье. Какими-то уже подтеками, уже так все грустненько. Ну, видите, македонцам хотелось, чтобы было как в Париже, не очень получилось. Ну и, естественно, друзья, невозможно, чтобы не было кучи цитат матери Терезы. Видите, любое свободное место. Это табличка, вот эти вот все висит, это золотые таблички с цитатами, с высказываниями матери Терезы, которая родилась в Скопье. Да, это все такое мраморное, дорогущее и совершенно бестолковое. Очередной памятник, который рассказывает какую-то грустную историю. Ну и поскольку все деньги ушли на памятники, все деньги пошли на статуи, решить вопрос с мусором уже не получается, потому что денег больше нет. Много статуй и повсюду срач. Это вот, хорошо видно, сегодняшняя Скопья. Это вот теперь, видите, все так. Главное, статуи стоят, статуи все на месте. То есть все в каком-то граффити, все ужасно неопрятное, кривая плитка разваленная, тут все-таки какая-то говнина, мусор, который они не убирают, потому что у них нет денег. Но зато дворцы, дворцы стоят, дворцы, мемориальные таблички, цитаты матери Терезы на каждом шагу. А здесь можно посмотреть концентрацию памятников на бульваре. Тут сидит такой вот нищий. Он, кстати, относительно неплохой, потому что и сделан интересно, и не гигантская какая-то хрень, которую они обычно делают на этих огромных постаментах. Так вот выглядит нищий. Здесь какой-то железный хрен. Тут у нас сразу же мальчик-чистильщик обуви. Конечно же, куда без него обязательно. Мальчик-чистильщик обуви на бульварчике. Здесь, кстати, реально чистильщик обуви, и в Македонии действительно эта традиция еще жива. Тут чистят обувь. А это такой вот местный вариант реконструкции обычных панельных домов. Исторически здесь были обычно такие советские панельные дома, довольно угрюмые, но, конечно же, они не могли понравиться новым властям, и они пошли по такому бакинскому варианту. Вот как в Баку, только пять раз богаче. Видите, добавили балкончики, добавили балясинки, кованые оградки, колонны, пилоны, портики, карнизы. Теперь это выглядит просто как праздничный торф. Казалось бы, друзья, давно мы с вами не видели никакого памятника. Ну ничего, мы перешли дорогу, поэтому с памятниками проблем не будет. Что у нас здесь? Здесь у нас танцующие солдаты. А почему бы и нет? Ну а здесь, наверное, главный памятник, памятник матери Терезе. Вот он довольно скромный, а ведь могли его поставить на огромный постамент мраморный. Но нет, вот матери Терезе, которая родилась в Скопье, памятник такой относительно скромный по местным масштабам. Вот здесь можно посмотреть, что они сделали с домами, которые здесь стояли. Просто надели на них такие шкуры из декора, декоративные такие чехлы на них надели, и это стало просто на них невозможно смотреть. Хочется как-то отдохнуть, чтобы взор отдохнул, но не получается. Здесь небольшая церковь, опять же, с золотыми табличками, с бесконечными цитатами матери Терезы. И здесь строится новый храм. Возникает один вопрос. Почему в свое время македонцы не забрали себе Зураба Церетели? Мне кажется, он бы здесь себя нашел, реализовал, и это место как раз для него. Видите, македонцы не подумали, а Церетели в итоге нагадил в Москве. Кстати, у нас есть такая вот традиция по любому поводу ставить памятники. В основном они такие относительно бездарные, неинтересные, а вот убирать памятники довольно сложно, потому что сразу начинается какой-нибудь там вой, шум, гам, как это так? Снести памятник, само выражение снести памятник, оно вызывает ужас и отторжение. Поэтому даже неудачные, даже неуместные памятники, они продолжают стоять там десятилетиями, пока совсем, я не знаю, не меняется режим и не начинается борьба там со старыми памятниками. А вот чтобы в мирное время без каких-то социальных потрясений просто демонтировать, например, неудачный памятник, это прямо воспринимается людьми очень и очень сложно. Ну, к примеру, возьмем Москву. Понятно, что нужно демонтировать памятник Петру Первому. Это отвратительнейший истукан, который просто испортил всю панораму центра, виден отовсюду. Он совершенно бездарный и неуместный. Или тот же самый памятник князю Владимиру около Кремля, который они тоже воткнули. И безотносительно личности князя Владимира сам памятник, он просто опять же бездарный, неуместный, вот этот здоровенный стоит, который просто портит вид на Кремль. Тоже его надо демонтировать. Но кто же его демонтирует? Он же памятник. Когда в Македонии заканчиваются герои, когда уже нет героев, кому поставить памятник, памятники ставят просто, например, быку. Может быть, это какая-то отсылка к Нью-Йорку, к Уолл-стрит, знаменитому быку на Уолл-стрит. Но видно, насколько бездарно этот бык здесь сделал. Здесь же рядышком есть памятник какой-то странной женщины. В некоторых путеводителях говорят, что это памятник проститутки. Но не знаю, не знаю. Может быть, просто это какая-то легкомысленная туристка. Стоит вот здесь вот сейчас около кафе. Здание музея. Он очень странно, как-то вроде бы вход открыт, но, как видно, половина музея обрушилась. Что-то пошло не так. При этом наверху плак и все остальное есть. Удивительное дело, к таким поворотам я не был готов. С другой стороны, может, они его так же консервировали, но не похоже. Почему какая-то очень странная история с этим музеем произошла? Может быть, это во время землетрясения он так обрушился? Да, именно так. В 1963 году часть этого музея во время землетрясения, которое в скопе было, обрушилась. И они законсервировали, чтобы вот в том числе и сохранить память об этом землетрясении. Ну, в принципе, музей сейчас все равно не работает, но не потому, что он обрушился. Тут картинная галерея, а внутри идет ремонт. Здесь же стоит какая-то древняя амфора. А здесь какие-то гробницы среди парковки, саркофаги. Как видно, все очень мило. Проект в скопе 2014 у общественности вызвал смешанные чувства. Во-первых, по общепринятой точке зрения, вся правящая элита древней Македонии была родом из Греции. Поэтому замес с памятниками античных правителей выглядит как историческая профанация. Во-вторых, все это стоило очень-очень много денег, которых у Македонии просто нет. По разным оценкам стоимость проекта составляет от 80 до 500 миллионов евро. Это при том, что уровень безработицы в Македонии составляет более 30%. А пока власти тратят кучу денег на памятники, население бедствует. Македония беднейшая из бывших югославских республик. И вторая по бедности страна в Европе. Уступает она лишь Албании. Как я уже говорил, землетрясение 1963 года уничтожило Скопье почти полностью. Но небольшие уголки истории в городе остались. Это местный старый город, где живут в основном албанцы. И такое чувствуется турецкое здесь влияние. Много всяких кафешек, кофе по-восточному, какие-то такие вот украшения массивные. Прямо вот роскошно всё. Повсюду вот запахи вот этих вот шашлычков, шаурмы. О, можно перстни вон. Мерседес, BMW, всё что хочешь. Да, но Ferrari особенно большой. Да, тут прямо вот золотая улица. Даже вот не знаешь, что выбрать. Вот, вот это прямо перстни. Если нечаянно упадёшь, утонешь с ними. Выглядит всё это роскошно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, тут в каждой лапке всё пышнее и пышнее украшения. Улицы превратились в рынки. Здесь можно купить табак, тапочки, опять табак, фейерверки, телефоны. В общем, продаётся вообще всё. Хорошо, что есть старый город. Такая небольшая отдушина. Могут глазки отдохнуть от всего этого ужаса, который они в центре понаделали. То хотел сказать, что глазки могут отдохнуть. И тут увидел коллекцию сумочек. Да, вместо милых сувениров тут одно китайское барахло. Мы идём, друзья, по потрясающему Скопьевскому рынку. Тут можно купить удивительные вещи. Можно купить персни Mercedes. Можно купить маски с любыми принтами. Носочки. Удивительное место. Ну, выглядит, конечно, всё так. Не очень. Так сказать, есть рынки-то и получше. Но зато какая атмосфера. Можно купить на МАЗ Артасу. Поскольку, как вы знаете, все деньги пошли на строительство памятников и дворцов в центре, то людям денег не осталось. Так что народ здесь бедненький. Ну и рынки выглядят соответствующе. Все деньги ушли на дворцы. Кстати, друзья, что интересно, в Скопье ходят двухэтажные автобусы. Это единственное, что роднит Скопье и Лондон. Больше никаких аналогий нет. Потому что в остальном Скопье выглядит как ***. Особенно ему дался надземный переход. С 2011 года по улицам Скопье ездят двухэтажные ретроавтобусы модели Ютонг Сити Мастер. Они были спроектированы в Китае специально для столицы Македонии. Для китайской компании Ютонг на тот момент это был самый большой европейский заказ. В Скопье таких автобусов больше 200. И примерно у 20 из них съемная крыша. Они используются для городских экскурсий. Стоимость всех автобусов составила 41 миллион евро. Расходы оплатило правительство Македонии. Автобусы очень похожи на лондонскую модель Рутмастер. И это не случайно. Потому что Рутмастеры ездили по улицам Скопье до землетрясения 1963 года. У них нет денег даже для того, чтобы мыть эти автобусы. Они находятся ужасно грязные. И видно, что не то, что сегодня его не помыли. Его не моют просто недели. Чувствуя острую нехватку истории, македонцы активно ее изобретают и восстанавливают. Крепость Скопье под названием Скопье была известна еще в первом веке. До наших времен она не дожила. Но македонцам это не помеха. Сейчас мы, друзья, перейдем мост и пойдем к крепости. Крепость, она исторически была, но все, что здесь построено, это новодел. Это такой полный новодел, как и вообще весь центр Скопья. Мост, который ведет крепость, он тоже очень показательный. Потому что около моста стоят два льва. Они совершенно непропорциональны, некрасивые. Но, окей, какие могли, такие поставили. Но, что самое интересное, на другой стороне моста стоят уже другие статуи. То есть им хотелось добавить какого-то разнообразия. Даже на одном мосту они не удержались и сделали разные стилистические статуи льва. Вот видите, такие львы стоят здесь. Всякие-то пистолеты, кинжалы. Какие-то великие страницы македонской истории здесь иллюстрируются. Ну и вот, собственно, мост. Интересно, работает ли крепость, можно ли туда попасть. Ну и вот с другой стороны моста уже другие львы. В таком современном стиле уже другие страницы истории. Здесь какой-то святой. И вот такие львы. Просто полнейшая каша из стилей. Вообще невероятно. Ну и вот, собственно, крепость, которая возвышается над городом. Она была практически полностью разрушена. И то, что вот видно сейчас, это такой на 90% новодел. При этом не очень качественный новодел, к сожалению. Ну, как могут, как умеют. К сожалению, из-за такого небрежного отношения к истории выглядит это неважно. Нет этого ощущения подлинности. То есть, какие-то вот здесь камни, они подлинные, они действительно старые. Но большинство это такой вот евро-ремонт, который вот сделан на строительном рынке. Там что-то купили, смастерили и все довольны. Так, тут главное не свалиться, потому что вот дверь. Ну, дверь, наверное, старая. Дверь, наверное, старая, это все новое. Все эти стены, это они собрали тут лет 10 назад. Лестницы красивые такие, видите, металлические. Вот это все, это все новодел, конечно же. При этом, без какой-либо еще отсылки к истории, просто обычный бетон, обычные камни. Уж, мне кажется, могли бы как-нибудь даже восстанавливать с душой. Но если вот мы выглянем туда, то мы увидим продолжение этого архитектурного банкета. Видите, сараи разных форм. Хочешь кругленький, хочешь квадратненький, с рюшечками, с колоннами, с карнизами. На любой вкус. Вот так вот выглядит крепость. Как видно, вот торчит арматура. Может быть, продолжит возведение крепостных стен. Вот, ну и здесь тоже строят какой-то очередной исторический объект. Правда, это такой уже долгострой. Уже лет 7-8, он в таком заброшенном состоянии. Ну, может быть, денежки найдут, и здесь появится какая-нибудь, может, древняя церковь здесь будет. По архитектуре похоже. Вот, видите, похоже на какую-то церковь. Возможно, здесь появится какой-то древний храм. Я не знаю, что они здесь еще влепят. Македонцы-то северные такие, затейники. Ну, а в плане подхода вообще к восстановлению, ну, если можно это назвать вообще восстановлением. Здесь вообще никто не парится. Лепят из того, что под руку попадется. Ну, здесь можно посмотреть. Здесь есть камни какие-то неотесанные. Тут вообще кирпичи вставили. Здесь уже такие более ровные формы камни. То есть, ну, что нашли, из того и лепят крепость. Здесь, видимо, раскопки. Вот это, наверное, что-то подлинное. Но поскольку все это завалено каким-то мусором, и сегодня нет доступа, то непонятно вообще что там. Да, а здесь, скорее всего, будет, действительно, какая-то древняя церковь скоро достроит ее. Будет радовать глаз туристов. По данным переписи за 2002 год, цыгане являются четвертой по численности нацией в Македонии, уступая только туркам, албанцам, ну и, собственно, македонцам. Цыгане очень интересно. Тут знаете, чем занимаются? Цыгане здесь занимаются в том числе и, можно сказать, сортировкой мусора. Они, например, иногда ездят на каких-то таких вот тележках. Иногда они запряжены лошадями, иногда это моторизированные тележки. И собирают вот кто что. Кто-то собирает металлолом, кто-то собирает картон, кто-то собирает пластик. То есть, у них, видимо, как-то они поделили вот эти вот зоны, свои зоны влияния. И ездят, и из мусорных баков все это дело забирают. Ну и вот типичная история. Чувак на тележке занимается тем, что собирает какой-то картон, и ездит по этим мусорным бакам и собирает картон. Это за торговым центром происходит. Что интересно, у них прямо вот такое есть распределение. То есть, есть люди отдельно, кто собирает именно картон, кто-то собирает отдельно пластик, кто-то собирает металлолом. И они-то ездят по дворам, по этим мусорным бакам, раздельный сбор мусора, система. С 1929 по 1991 год Македония была частью Югославии. Причем македонцы были чуть ли не единственные, кому удалось выйти из состава Югославии бескровно. Об этом я еще подробно расскажу в другом ролике. А сейчас с копией остались многочисленные следы югославской социалистической архитектуры. А вот это, вот это уже интереснее, потому что это, друзья, здание почты. Центральный почтамп, ну, о том, что это почта, говорит забор. Македонская почта не могла сделать какой-нибудь скромненький заборчик, не могла отказаться от заборчика, поэтому, видите, они сделали такой забор с логотипами, чтобы все видели, что это македонская почта. Надеюсь, они работают, потому что мне надо купить марки. Ну и вот это здание почты, это такой уже после землетрясения 1963 года советский модернизм. Господствующий стиль на территории бывшей Югославии. То есть необработанный бетон, такие вот монументальные формы. Хорошо знакомый стиль любому советскому человеку. Во многих городах нечто подобное встречается. Ну и с копией не исключение, здесь есть какое-то, пусть их немного, но какое-то количество зданий, жилых комплексов там на окраине. Ну и вот в центре такой вот удивительный круглый почтам, похожий на какую-то гигантскую такую бетонную раковину. Вот так вот он выглядит, какие-то круглые окна. Кстати, довольно интересно. Естественно, они влепили на главный фасад кондиционеры. Куда же без этого? Вот так вот выглядит почта. Я зашел в это здание, чтобы купить марки, но меня выгнали, потому что это административное здание почты, здесь марки не продаются. Ну вот можно посмотреть на архитектуру, она здесь не очень читается, потому что, опять же, видовых точек здесь хороших нет на это здание, но само по себе оно интересно. Так вот памятник советскому модернизму. И рядом опять же продолжается вот история с советским модернизмом. Здесь уже это не почта, а другое административное здание, но тоже вот хорошо нам такой знакомый бетон необработанный. То, что было модно в 60-70-х годах прошлого века. Такие эти балконы, так вот оно выглядит. Мне, если честно, модернизм не нравится. Мне кажется, он совершенно такой немасштабный человек, он слишком грубый, он слишком отталкивающий. Например, находиться с какими-то подобными зданиями из такого необработанного бетона мне не очень приятно. На мой взгляд, такая архитектура не совсем близка человеку. Но, тем не менее, многие здания уже являются памятниками эпохи. Понятно, что их нужно сохранять, не надо их сносить. То есть, это такая вот страница истории второй половины 20-го века. Видите, из-за того, что они здесь все застроили, нет видовых точек. Они вот все уплотнили, и мы не можем с вами насладиться этим зданием. Отойдя немножечко от центра, мы уже оказываемся в таком обычном советском городе, с огромными пространствами, с такой довольно унылой архитектурой. Но вы знаете, с точки зрения эстетики, выглядит все это гораздо лучше, чем эта вот вычурная, такая вот кичевая архитектура центра города. Весь этот парк развлечений придорожный, который они построили в центре. Здесь прямо идешь, и глаз отдыхает. Хотя, конечно, вот все эти пустыри, это в том числе последствия землетрясения 1963 года, когда большая часть зданий была разрушена из-за сильнейшего землетрясения. И город так и не восстановился с тех пор. Вот тут видите, видны какие-то отдельные дома, которые остались. Вон, вон, а все остальное до сих пор пустыри. Хотя прошло уже больше полвека. Вот на другой стороне стоят отдельные дома. Конечно, все грустно. А вот с железнодорожным вокзалом Скопье не повезло. Как такового, какого-то здания здесь нету. Пути идут на эстакаде над дорогой. Сам вокзал представляет из себя такую гигантскую серую, бетонную, очень грязную такую коробку, завешенную рекламой, какими-то шалманами, вокруг все в парковке. В общем, место, друзья, просто отвратительное. Ну какой есть, какой есть. Вот так вот выглядит вокзал. Да, это вокзал. Вот, все, больше ничего нет. То есть вот здесь внизу эти все помещения под эстакадой. И вот такая вот надпись. Железничка станция Скопье. Вот мы сейчас пойдем на железничку станцию. Посмотрим, что там они сделали. Здесь же справа автобусная станция. Все это под эстакадой, под железнодорожными путями у них. Вот видно, какой кошмар, да? Какая вот мрачная махина. Ворота в город, кстати. Ну, если кто решил приехать на поезде. Смотрите, все разбито. Какие-то здесь были витрины, все в объявлениях. Ну и опять же мы, друзья, возвращаемся к этой македонской истории. То, что они тратят миллионы евро на какой-то свой Диснейленд, на весь этот кичи, а не могут навести в городе элементарный порядок. То есть все в говне, все в мусоре. Все просто выглядит отвратительно. Вот. А порядок никто не может навести здесь. Потому что на это денег их не хватает. Посмотрите, да? Как выглядит вокзал. Темное, мрачное какое-то бетонное здание. Станция Скопье Рейл Стейшн. Откроются эти врата или нет? Открылись. Вот, кстати, поезд Причтона отходит в 4 часа. Можно в Косово уехать на поезде. Вот так вот выглядит вокзал изнутри. Выход на платформы. Просто жесть. То есть грязное, разваленное, старое здание, которым вообще никто не занимается. А вот, собственно, платформы. Добро пожаловать в Скопье. Как видно, поезда ходят здесь не часто. И кто-то может сказать, Илья, ну мало поездов, вот они за вокзалом и не следят. Друзья, ну за этим вокзалом не следят последние лет, наверное, 30-40. Вот как его построили. А зачем? Зачем за ним следить, если можно заставить весь центр всякими памятниками, статуями и невероятной красоты и безвкусицы. А здесь часы остановились. Здесь когда-то был лифт. А здесь железнодорожных путей нет вообще. Тут можно просто ходить и гулять. Но они, похоже, были, а их сдали на металлолом. Вот этот вот подход, когда деньги тратятся на какую-то бездарную ерунду, а сами потом не могут убрать мусор. Он, к сожалению, свойственен многим и нашим городам. Когда вот приедешь, смотришь, какой-нибудь бестолковый парк, какое-то просто барахло там делают и непонятно зачем. А во дворах разбитые дороги, с мусором никто не может навести порядок, нет нормальных детских площадок. Везде все разваливается, кошмар, ужас. Зато какой-то сарайчик с рюшечками стоит и символизирует якобы величие. Так вот, друзья, величие это когда у вас простые люди нормально живут. Вот этот скандинавский подход. Если мы с вами приедем, я не знаю, в Норвегию, в Швецию. Да, мы там не увидим таких вот красивых помпезных дворцов с колонными портиками и балясинами. Да, мы не увидим где-нибудь в Швеции, в Финляндии или в Норвегии такого количества статуй, фонтанов и прочего вот этого вот барахла. Да то мы видим там людей, которые нормально живут. Мы увидим там хорошую медицину, мы увидим там чистые дворы, ровные дороги. Мы увидим там более-менее социальную справедливость, хороший общественный транспорт. И величие, оно как раз в этом, величие когда у вас люди нормально в стране живут. А это все цыганщина и показуха. Сами с голой жопой, зато статуй понаставили везде. Интересный момент. В 2014 году Европейский Союз выделил бабла на реконструкцию этого вокзала. Но, как видно, бабло с***ли. Реконструкция, ну как бы вам сказать, не совсем случилась. И как в память об этом прекрасном моменте здесь остался только знак. Должны были, кстати, закончить в 2015 году реконструкцию. Но, как видно, деньги с***ли до того, как реконструкцию успели начать. Лучше всего бывшую Югославию можно разглядеть на окраинах Скопьи. Куда я и поехал. А теперь посмотрим, как выглядят спальные районы Скопьи. Вот, выглядят они так пока относительно неплохо. По сравнению со всем остальным ужасом, который мы здесь наблюдаем. Вход в подъезд. Смотрите, прозрачная входная группа. При этом еще старая. То есть это такие еще, видите, советские стеклопакеты. Тут лавочки, так относительно чистенько. Ну а так, в принципе, обычные такие югославские микрорайоны. Советская градостроительная школа. Тут ничего нет удивительного и особенного. Ну, может быть, только вот архитектура чуть поинтереснее. То есть это не прямо какие-то убогие панельки. Ну, вот как-то у нас часто, видите, все заставлено машинами. Все тротуары ходить невозможно. При этом, обратите внимание, видите, здесь была продумана подземная парковка. Но сейчас подземной парковкой, по-моему, не пользуются, либо ее совсем не хватает. Поэтому ходить приходится по проезжей части. Видите, все заставлено машинами, все заставлено машинами. Кстати, что интересно, тут, видите, у них остались какие-то еще старые вывески. С такой вот утренней подсветкой. Автосервис, капча, ромнение, моторные глави. Зато, друзья, здесь любят котиков. Видите, котику даже сделали подстилочку, чтобы у него попка не мерзла. Уже в 200 метрах от центра начинается стандартная панельная застройка. Здесь уже, как видно, все довольно уныло. Старенький жук с таким дедушкой, который оттуда вообще еле вышел из этого жука. Так вот выглядят остановки, киоски, бесконечно есть какой-то фастфуд. Кстати, у них в ларьках можно продавать алкоголь, что немножко непривычно уже для нашего глаза. Кстати, здесь немножечко подучил уже местный язык. Опасно по живот, это опасно для жизни. То есть живот, это жизнь. Удивительный язык. Удивительные, кстати, вот таблички раньше были. Смотрите, какая красота. На окраине Скопье есть довольно интересные районы, а точнее отдельные дома. Целостной застройки нет, но есть отдельные дома в стиле вот этого такого социалистического модернизма. Огромные бетонные объемы с таким грубым, необработанным бетоном, с такой грубой фактурой, которые хорошо знакомы любому советскому человеку. Именно так себе представляли в 60-70-х годах будущее. И Скопье не исключение, потому что после землетрясения здесь были довольно серьезные планы по перестройке города и сделать такой вот социалистический город будущего с бетонными такими коробками, переходами и всем остальным. И я сейчас стою около одного из таких объектов, довольно знаменитый дом, находится на самой окраине Скопье. Построили его в 75-м году. Так вот он выглядит. И здесь видно, что такой целый жилой комплекс. Все эти объемы, даже в том числе вот и забор. Видите, он тоже из такого грубого, очень грубого бетона. Там эксплуатируемые кровли, я вижу, балконы разных форм. Очень интересно. Да, видите, такой огромный, огромный дом. И, конечно, когда архитектор, по-моему, югославский архитектор в 75-м году построил, когда они все дело проектировали, они еще не думали, что кто-то будет писать здесь краской, и это будет очень неудобно отмывать от этих вот рифленых таких бетонных панелей. Видите, даже цоколь такой массивный, грубый. Это все похоже на зубья ковша экскаватора. Здесь в таком же стиле построена еще какая-то, может быть, какой-то детский сад был, или клуб, или библиотека. Да, это, конечно, очень интересно. Но, видите, проблема в том, что в 75-м году он был построен, прошло 45 лет, и за эти 45 лет бетон начал разрушаться, и выглядит это все уже совершенно неопрятно. Здесь, наверное, могли бы быть какие-то выходы из квартиры, смог бы быть какой-то дворик, но тогда об этом не думали. Непонятно, что здесь было изначально, сейчас здесь закрыто. И вот вход в подъезд, лавочки, там охрана сидеть, меня, наверное, туда не пустят. Судя по одинаковым шторам везде, это общежитие. А сейчас не очень понятно, что это такое, но я так вижу, с одной стороны, везде одинаковые белые шторы во всех помещениях. С другой стороны, видно, что там как-то помещение все-таки люди обжили, висят какие-то календари, еще что-то. И это вот очень напоминает общежитие. Но если это общежитие, меня точно сюда не пустят. Так выглядят подъезды, блок Б. Обратите внимание, там есть еще такие переходы между крышами. Здесь, видимо, еще что-то планировали строить, может быть, еще один блок, но не достроили. И сейчас какие-то остатки фундамента и первого этажа. С признанием македонского языка тоже есть проблемы. Историки в Скопье говорят, что некогда существовал старомакедонский язык. И что именно на старомакедонском когда-то давно разговаривали Кирилл и Мефодий. Здесь уже впору возмутиться, друзья, нам. Как это так? Наши Кирилл и Мефодий, оказывается, разговаривали на старомакедонском языке. У нас многие считают кириллицу типично русским алфавитом. Но на самом деле ее легендарные создатели Кирилл и Мефодий были родом из Солоник в нынешней Греции. А по национальности они были то ли греками, то ли болгарами. До 20 века болгарами называли и македонских славян, то есть нынешних македонцев. Поэтому для Македонии кириллический шрифт чуть ли не более родной, чем для России. Но здесь надо понимать, что даже соседняя Болгария до сих пор считает так называемый македонский язык группой западно-болгарских диалектов, а самих македонцев вообще болгары считают болгарами. Бедные македонцы. С одной стороны их тюкают греки, с другой стороны пришли болгары, которые говорят, откуда у вас такой язык, вообще сами болгары, нечего здесь заниматься никакой национальной самоидентификацией. В Македонии используется кириллица, но поскольку автомобильные номера, они здесь такие стандартные, как в Европе, и они с латинскими буквами, на каждом автомобильном номере есть маленькая такая красная наклеечка, где буквы дублируются кириллицей. Для тех, кто не понимает в латинском алфавите. Вот так вот это выглядит. Вот видите, SKAR, и вот они в краснете, видите, вот тут дублируются. Вот, или тут вот STAB, так вот дублируется. Это на каждом автомобильном номере есть такая маленькая красная наклеечка, где переводятся на кириллицу буквы. Очень мило, очень мило. А в России ничего не переводится, потому что в России, если вдруг вы не знаете, на автомобильных номерах не используются уникальные буквы. Поэтому наши автомобильные номера понимают как в Европе, так и в России. У нас сокращенный алфавит и используют только те буквы, которые имеют по написанию свой аналог в латинском алфавите. Здесь такой вот есть интересный люк. Поскольку в Македонии бензин дешевле, чем в Албании, сюда приезжает народ заправляться к границе, и чтобы больше вошло бензина на приграничных заправках есть такие специальные заезды, чтобы машина приподнялась и вошло больше бензина в бак. Чтобы увидеть Македонию без памятника на каждом квадратном метре, надо уехать из Скопи. Например, в третий город страны Куманово. Благо в Македонии все близко и от Скопи до Куманово ехать километров 20. Ну, здесь хорошо видно, как выглядит, можно сказать, македонская провинция. Вот самый центр города. Это центральная площадь. В отличие от Скопи, здесь нет дворцов, поэтому в центре стоят обычные такие знакомые нам панельки. Конечно, памятников здесь у них поменьше. Внезапно здесь даже есть памятник Иосипу Бростита, который был лидером Югославии с 45 по 80 годы прошлого века. Ну, как видно, Тита здесь чтят не так, как Александра Македонского и других античных героев. Даже буковки тут с памятника отвалились. Еще один памятник называется «Две формы». Рядом памятник. Так, это кому? А, и это еще один памятник Тита. Смотрите, тут вот Тита прямо несколько есть. Бюст Титы и памятник, где Тита, золотая статуя Тита есть. Я же начал переживать. Как-то так. Неужели они памятник Тита не поставят? Вот, поставили. На главной площади стоит такой вот потрясающий торговый центр. Судя по архитектуре, раньше это был, наверное, какой-то собор. Понятно, что с ним случилось. Но вообще выглядит здесь все так супер бедненько и грустненько. Тут ходит еще какой-то чувак, который что-то хочет. Слегка. Слегка, слегка. Глубый, глубый. Угу. Там у доли воды. Угу. Угу. Куча, куча. Вода. Угу. Окей. Окей, окей. Это, друзья, была небольшая экскурсия для тех, кто понял, что происходит. Здесь сразу на центральной площади какой-то плакат с девушкой, 18-летней, которая, видимо, погибла из-за алкоголя. Вот я, кстати, не знаю почему, но наши города, они там лично у меня не создают такого вот унылого впечатления. Может, потому что у нас как-то больше какой-то исторической архитектуры, каких там, не знаю, церквей или что-то. Может, потому что народ пободрее. И тут прямо вот совсем грустно, что вы видите, друзья. Потрясающее место. Уманово. Это третий по величине город. Третий. В деревнях вообще жопа. Македония — страна со сложной историей, которая фактически впервые стала независимой всего 30 лет назад. Македонцев пытались сделать и греками, и болгарами, и сервами. Они постоянно оказывались между более крупными и влиятельными народами, но сумели отстоять свою идентичность и своеобразие. Да, сейчас это своеобразие смотрится временами олиповато и дико. Но чего еще ждать от страны и народа, которые до 1991 года не имели никакой самостоятельности? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова